Этой осенью на компьютерах и консолях выйдет сильно изменённое и расширенное издание одной из лучших ролевых игр последних лет — Divinity Original Sin. С его релизом работу над игрой можно будет считать полностью завершённой, и, само собой, сейчас окрылённые успехом бельгийские разработчики из Larian Studios активно ведут подготовку к созданию нового проекта. Изобретать велосипед они не собираются. Раз Divinity Original Sin выстрелила и стала самым продаваемым творением Larian, то вполне логично, что следующей их игрой станет прямой сиквел. По сути, официальный анонс Divinity Original Sin 2 состоялся, но опубликован пока только вот этот арт. Как и в случае с первой частью, бюджет авторы будут собирать через Kickstarter — краудфандинг-страничка запустится 26 августа. Хоть продажи первой части и принесли чистую прибыль, но, по словам представителей Larian, всё-таки она недостаточно для создания продолжения и требуется дополнительное финансирование. Также в последние дни месяца, в рамках выставки PAX Prime, студия покажет прототип игры. А пока на официальном сайте Divinity Original Sin 2 можно подписаться на рассылку новостей. Ну а поклонники творчества Криса Робертса продолжают удивлять и ставить рекорды. Сборы на создание космического симулятора Star Citizen достигли безумных 87 миллионов долларов, и бюджет продолжает расти. Сумма увеличилась на 4 миллиона всего за последние два с половиной месяца, а общее количество людей, профинансировавших разработку, выросло до 943 тысяч человек. Сейчас авторы готовят, среди прочего, в социальный модуль, который перейдёт в стадию альфа-тестирования через несколько недель. В нём пользователи смогут побродить по небольшой части футуристического города на планете ArcCorp, где имеется несколько зданий — бар, медицинский центр, торговый зал и оружейная. Вроде бы именно эта планета будет самой визуально красивой в игре. На Indiegogo успешно профинансировано довольно нужное устройство под названием TouchJet Wave. Дело в том, что сенсорные телевизоры с большой диагональю — удовольствие не из дешёвых. Такую покупку может позволить себе далеко не каждый. Однако желание сделать экран своего телевизора сенсорным наверняка есть у многих. TouchJet Wave как раз и подарит такую возможность. Устройство крепится сверху на телевизор, подключается по HDMI и проецирует поверх экрана дополнительную картинку. Поддерживаются разрешения 720p, 1080p или 4K. А дальше в дело вступают реагирующие на движение пальцев или стилуса инфракрасные датчики, которые интерпретируют действия пользователя в команды, считывающиеся операционной системой Android. То есть в методе совершенно нет ничего нового. Именно по такому принципу работают, например, проекционные клавиатуры. Так что странно, что такое устройство никто ещё не сделал. Причём спрос явно есть. Требуемые 100 тысяч долларов авторы собрали всего за первый день, а до завершения кампании остался ещё целый месяц. Наверняка производители телевизоров уже спешно проводят собрания и обсуждают разработку аналогичных гаджетов, и в обозримом будущем наводнят рынок конкурентами. Экономия для потребителя действительно существенная. Стоимость превращения обычного телевизора в сенсорной будет равняться примерно 7 тысячам рублей. Ну и поскольку TouchJet Wave работает на базе Android, будут выпущены и фирменные приложения для мобильников, которые сделают управление ещё более удобным. На выставке Television Critics Association президент телеканала The CW Марк Педовиц объявил, что ведутся работы над созданием сериала по мотивам деяний знаменитого серийного убийцы Джейсона Вурхиза, с которым все мы хорошо знакомы по хоррору «Пятница 13». Всего франшиза включает уже дюжину кинолент. Восемь картин выпустило Paramount Pictures и ещё несколько New Line Cinema. А в следующем году выйдет ещё одна вариация от режиссёра Дэвида Брукнера. Руководят производством телевизионной «Пятницы 13», которая получила под заголовок «Хроники Хрустального озера» Стивен Лонг Митчелл и Крейг Ван Сикл, которые ещё в 90-е делали сериал «Притворщик». Причём они решили отойти от истории парня, гоняющегося за девушками с мачете. У них Джейсон Вурхиз будет неким связующим звеном между центральными персонажами. Одним из них станет полицейский, ведущий поиски пропавшего брата. Премьера должна состояться в 2016-м. Получается, культовый маньяк вернётся на экраны дважды. Ещё про одного маньяка снимет фильм сам Мартин Скорсезе. Именно ему Paramount Pictures доверила экранизацию основанного на реальных событиях романа Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». В произведении речь идёт об одном из самых страшных серийных убийц в истории США — докторе Генри Холмса. Практически все преступления он совершал в принадлежавшем ему отеле, который пресса окрестила «Замком смерти», и по некоторым данным убил около 200 человек, а обработанные скелеты своих жертв он продавал медицинским учебным заведениям. Забавно, что арестован он при этом был всего лишь за кражу лошади, и только в процессе задержания выяснилось, что убийство в Чикаго — его рук дело. Причём роль Холмса, похоже, сыграет любимец Скорсезе — Леонардо Ди Каприо. Это уже будет шестая их совместная работа. 13 августа 1992 года впервые был проведён Международный день левшей, целью которого стала попытка обратить внимание производителей различной техники на проблемы леворуких людей. До сих пор, даже в современное время, левшам приходится везде подстраиваться. Вся техника производится только для потребителей, которые в большей степени всё делают правой рукой. Двери, замки, компьютерные мыши, письменные и кухонные принадлежности — всё рассчитано на использование праворукими, а левшам приходится делать неестественные движения, которые неудобны, вредят мышцам и приводят к бытовым травмам. Исторически эти люди всегда притеснялись. К примеру, на Руси левшам запрещалось давать показания в суде, так как считалось, что левшой был сам дьявол. В советских школах в обязательном порядке детей левшей переучивали, а в некоторых странах переучивают до сих пор. Однако доказано, что хорошего в этом ничего нет, а люди, которые всё делают одной левой, имеют большой творческий потенциал и сильный характер. Уинстон Черчилль, Марк Твен, Микеланджело, Бетховен, Юлий Цезарь, Наполеон Бонапарт, Леонардо да Винчи — все они были левшами. В 80-м в США был уволен полицейский, который, согласно уставу, должен был носить кобуру справа, а ему левше было удобнее слева. Этот инцидент вызвал серию митингов, и именно после этого случая в штате Канзас была организована Международная ассоциация левшей, а позже проведён и посвящённый им Международный день.